Привет! В этом году я решил провести октябрь правильно. Первым делом, поздно ночью, выключив свет, я сел играть в новую амнезию. К моему сожалению, единственная страшная мысль, которая посетила меня, это то, сколько времени разработчики потратили на создание анимации монстров только для того, чтобы бить игрока по рукам, если он на них смотрит. Сома лучше. Грустный и не испуганный, я вспомнил про игру, которая пылилась в стиме уже почти целый год. Lost in Viva начинается с диалога с психотерапевтом, советующим опробовать экспозиционную терапию, в то время как на фоне играет мелодия, которая пытается звучать успокаивающе. Игра еще даже не началась, а я уже чувствую что-то не то. Ты выгуливаешь свою собаку, и начинается сильный ливень, который смывает ее в канализацию. Залезая в открытый люк, мы отправляемся на ее поиски. Идя на звук лая, ты выходишь к убежищу бездомного и находишь его записку. Мои глаза видят несуществующие вещи, если эта дрянь хочет их, то пускай забирает. Дальше владелец записки, который явно хочет не просто сигаретку стрельнуть, вынуждает меня ударить первым. И примерно в этот момент внезапно подкрадывается музыка и берет тебя врасплох. В общем презентация просто забойная. Как это делают итальянские шеф-повара? Муа! Я будто попал в водоворот воды, из которого было сложно выбраться. Меня затягивало все сильнее и сильнее. У всей игры такой вид, как будто ее давно не мыли. Грязь, ржавчина, кровища. Любой, кто вырос на постсоветском пространстве, здесь будет чувствовать себя, как в родном подъезде. Даже туалеты, как в школьном сортире. Графика стилизована под 3D из 90-х, с простыми моделями и текстурами низкого разрешения. Но с эффектами, которые бы расплавили тогдашние процессоры. Но они совершенно не выбиваются из стилей, только дополняют атмосферу заброшенности. В некоторых местах, даже несмотря на модели и текстуры, получается очень реалистичная картинка, которая немного путает твою голову. Из-за эффекта зловещей долины. Это когда что-то выглядит реалистично, но минимальные детали выдают подделку. Я сомневаюсь, что так могут выглядеть тоннели, которые создали Люли. Меня все время не покидало ощущение того, что я опоздал и просто вижу места, в которых совсем недавно что-то произошло. Метро ранним утром, лаборатория, в которой я задержался на ночь. Вот-вот и должны появиться нормальные люди. Но приходят лишь мясные кошмары польского художника. Все время тебя сопровождает гнетущее чувство одиночества и клаустрофобии. Оские проходы и тоннели, закрытые пространства. Особенно вместе с бэкграундом. Музыка на заднем фоне больше похожа на какой-то индустриальный шум умирающей машины. Была небольшая проблема с отсутствием звука в игре, но простой перезапуск помог с этим справиться и больше она не возникала. Ну и в паре моментов проседал FPS из-за того, что поезд приезжал. Ну это все. Давайте мы прикинемся, что у меня есть кредит доверия. Если вам интересно то, что я описал и то, что вы увидели, то идите поиграйте в эту игру. В стиме она стоит как две шавухи, а по скидкам как одна. Основная часть проходится всего за 3-4 часа, и мне будет сложно рассказывать про игру дальше без визуальных спойлеров. Игру стоит проходить, зная про нее по минимуму. Сразу скажу, что игра пугает самым лучшим способом, атмосферой и звуком. Она не зря просит играть себя в наушниках. В ней нету намеренных скримеров. За одним исключением, в самой первой потерянной пленке, враги всегда издают какой-то шум, и ты знаешь, что с тобой в комнате кто-то есть. Они странно передвигаются, издают отвратительные звуки и выглядят как растаявшее замороженное лазанье, политое водой оставшейся после варки сосисок. Тебе даже не хочется к ним приближаться, что хорошо для сурвайл-хоррора. Но для разбора к жителями канализации у нас все равно есть кувалда, нож, пистолет и дробовик. Кувалда и нож наносят неплохой урон, и ими можно блокировать атаки плохих парней. Пистолет, несмотря на то, что он сломан, и иногда клинит, самое надежное оружие в игре. Но полить точно не дает сильной отдачи. Боевка порой превращается в хаотичное месилово, где ты слабо понимаешь, что происходит, но ты не задумываешься об этом. Потому что единственное, о чем ты думаешь, это как бы поскорее свалить в безопасность. Что хорошо, Гарри Мэйсон вряд ли хотел бы быть гостевым персонажем в Смэше. Дробовик внезапно намного менее эффективен, потому что он стреляет солью. Он больше нужен для самоуспокоения. Он как плюшевый мишка. Бой холодным оружием предпочтительнее. Боеприпасы ограничены, и палить по всем со всех бортов не выйдет. В отличие от классических игр, думать еще и про аптечки не нужно. Здоровье восстанавливается автоматически, правда очень медленно. Я не вижу в этом особой проблемы. Игра делает упор на исследование местности, нежели на решение загадок или менеджмент ресурсов. Все это меня не смутило, в отличие от малого количества загадок. Потому что почти все время мы просто ищем ключи для дверей. Казалось бы, классика для жанра, но что есть, то есть. Хотя бы не заставляют знать наизусть произведения Шекспира. Но при этом поиски ключей или кнопок, сделанные хитро и работают на атмосферу. Например, возьмем самую первую локацию. Это большая станция метро, которая поделена на три части. Нужно прийти в каждое место и дернуть там рычаг, чтобы перенаправить электричество. Но как только ты опускаешь рычаг, выключается свет и появляется монстр. Первый раз это берет тебя врасплох, но в остальных ты морально готовишься. Ты знаешь, что сейчас что-то будет. Заранее планируешь маршрут отступления, и тут игра уводит землю у тебя из-под ног. Дверь, из которой ты пришел, закрыта на замок, а в спину агрессивно дышит консультант Эльдорадо. В игре есть небольшие дополнительные сценарии в виде пленок, которые ты можешь найти на уровнях. Что-то вроде пленок в седьмом резиденте. В них графика стилизована под первый PlayStation. Даже с искажением текстуры моделей. С помощью повествования через окружение они рассказывают небольшие истории. Приют для животных, госпиталь, заброшенная хижина в лесу, отель. Еще есть две дополнительные пленки, доступные в главном меню. Они немного помесистее и что-то вроде небольших DLC. Сейчас доступны две из пяти, их добавили год назад, и неясно доделают ли оставшиеся три или нет. После прохождения открывается режим новой игры плюс и новое оружие. В нем появляются новые враги, а сложность немного выше с каждым пройденным разом. Что хорошо сказывается на реиграбельности, потому что в комплекте есть еще несколько разных концовок. И я так скажу, не стреляйте в собаку, это не стоит ачивки. В кошку тоже не стоит стрелять. Так же, как и в Сайлент-Хилле, здесь очень много символизма. Локации искажаются и населяются кошмарами человека, который с ними связан. Пока мы гоняемся за собакой, постепенно вскрываются подробности локации, через которые мы проходим. В метро ты знакомишься с историей девушки, которая страдала психологическим расстройством, из-за которого она считала вид своего тела ужасным. И с подачки своего парня она отказывалась есть и пыталась сбросить вес. Небольшое время, которое мы проводим в шахтах, отведено неизвестному, который пытался скрыться в них. Паранойк скрывался на верхних уровнях и в своих записях отмечал про существо, которое обитает внизу. Шахты ведут в лабораторию, в которой ученые ставили эксперименты на крысах, воскрешая их. Ну и в конце концов мы выбираемся в самой низкой анализации, где и находим свою собаку, после того, как столкнемся уже со своими страхами. Как вы уже заметили, повествование получилось немного рваным и несвязанным, поэтому я сейчас попробую вскрыть его обратно, так что дальше спойлеры. Промотайте сюда, если вам интересно покопаться в сюжете самим. Ну а с теми, кто остался, мы сейчас сверим конспекты. Добро пожаловать в мой книжный клуб. Вы, наверное, заметили, что я ни разу не упомянул главного героя. Кто он? Кто эта мистическая личность? Это ты, мой дорогой друг. Главный герой, за которого мы играем, это просто проекция нас, как игроков, в эту игру. Нет никаких упоминаний про нас, кроме короткого вступления, в котором психолог советует нам попробовать экспозиционную терапию ин виво. Про нас неизвестно ничего, у нас даже рук не видно. Само понятие ин виво обозначает в жизни и используется для обозначения психологической терапии, которая проходит в реальных ситуациях. Прошерстив интернет, я накнулся на несколько процедур, которые обычно проводятся ин виво. Начнем с первого страшного слова – имплазивная терапия. Она же погружение, она же фладдинг. Пациенту подвергают сильному стрессу для выражения максимальной реакции страха или гнева. В этом треке были отчетливо слышны всплески воды. Это погружение длится до тех пор, пока пациент не привыкает к ситуации, обычно не более часа. При этом запрещается использовать любые средства или техники, которые могли бы помочь успокоиться. Второе страшное слово – систематическая дестабилизация. Эта методика отличается от первой тем, что пациента обучают специальным техникам релаксации, которые он потом использует при столкновении со своими страхами. В случае имплазивной терапии тебя сталкивают с твоими самыми сильными страхами сразу же, а в случае систематической начинают с малых и продвигают к сильным, с передышками между ними. Я бы выговорил это с первого раза. Вау. Так вот, сама игра – это та самая терапия для нас, игроков. И она вышла немного из-под контроля, отсюда и название – Lost in Vivo, потерявшаяся в терапии, ну или в жизни. Не цитируйте меня на этом. Комнаты сохранения и моменты переходов между секциями игры – это как раз те самые отдышки, которые нам дают между сеансами страха. Ну а собака – это простая мотивация для игроков продолжать играть и пытаться перебороть свои страхи. Я повторюсь, что именно для игрока. Насколько я знаю, мы все любим животных в фильмах и играх, вплоть до того, что нам плевать на смерть персонажей, но не животных. Тем более посмотрите на эту милую стардельку. Конечно, ради неё я пройду любую сатанинскую канализацию из ада. Плюс на её ошейнике написан номер, который начинается с 555, что обычно означает несуществующие номера телефонов. Несколько раз игра ломает четвёртую стену. Она выдаёт ошибки юнити, проигрывает звуки, которые специально звучат так, будто они в твоей комнате, а не в игре. Вроде открывающийся за твоей спиной двери или звук разбивающегося стекла. Что ещё больше закрепляет то, что пугают именно нас? Нам так мало известно про персонажа, за которого мы играем. И открытый сюжет к интерпретации специально сделан для того, чтобы мы сами могли придумать контекст с твоим действием. Например, я сначала подумал, что мы играем за участника военного конфликта, у которого есть проблемы с посттравматическим синдромом. Мы умеем пользоваться оружием, и фонарик в инвентаре описан как военный. Ну а собака это просто наш товарищ, который помогает нам бороться со страхами. Плюс мне кажется, что с точки повествования игра больше похожа на лестницу Якова, нежели на Сайлент Хилл, поэтому я подумал про бывшего военного. Но когда я дошёл до шахт, а позже стерильных лабораторий, которые находятся в этих шахтах, я понял, что что-то не вяжется. Нет общей линии сюжета. Всё это как небольшие страшные истории, которые мы могли бы увидеть в интернете или рассказывать друг другу, сидя у костра ночью. Первая история про девушку, которая страдала от булемии. Забеременев, девушка начала винить ребёнка в том, как она выглядит. И у неё случился выкидыш, из-за которого она бросилась под поезд. И теперь её призрак преследует нас. Всё это напоминает Сайлент Хилл и то, как он материализовывает страхи и грехи людей. Поезда, зеркала, черви, как паразиты, которыми она считала своего ребёнка. А потом игра переезжает в лабораторию из SCP Foundation. Один из учёных постепенно сходил с ума и под влиянием неизвестного древнего бога создал спасителя, который должен был помочь ему избежать крысиных визгов, которые постоянно ему чудились. Каждая из секций игры при этом наполнена символизмом. Есть очень жирный намёк на божественную комедию прямо в самом начале. Рядом с трубой красуется надпись, как над вратами в ад. А на дверях в комнатах сохранениях находится изображение, которое подозрительно напоминает Вергилия и Данте. Короче, пока я не упоролся ещё сильнее и начал искать связь ещё и с кругами ада, давайте мы подведём итоги. Как любитель хорроров, я невероятно рад, что поиграл в Lost in Viva. Особенно на фоне всех этих симуляторов-пряток. Очень приятно видеть игру, которую делали не ради того, чтобы в неё поиграл очередной летсплейщик или стример. Что забавно, потому что прошлая игра от Акума Киры — это спутис Джамскер Мэншн. Игра не просто пугает тебя страшными звуками и монстрами. Она даёт тебе в руки пистолет и говорит «встреться с ними лицом к лицу». Вот что самый настоящий сурвайвл-хоррор. Когда я перепроходил игру и пересматривал материал, я стал замечать, что некоторые моменты игры слабоваты. То, что здоровье восстанавливается и то, что можно всю игру прибежать с кувалдой и лишь изредка атакуя противников. Но ты этого не замечаешь, когда играешь в первый раз. Ты даже не задумываешься об этом. Ты думаешь только о том, как бы свалить подальше. Густющая атмосфера, приправленная символизмом в комплекте. И всё это сделал практически один человек, что невероятно круто. Я вырос на Сайлент-Хиллах, Дэдспейсах и Резидентах, не считая ещё огромной кучи фильмов. Я считал то, что достаточно толерантен к хоррорам, и меня действительно сложно запугать. Я не имею в виду скримеры. Но игру я не осилил за один раз. Мне пришлось сделать пирог. Спасибо за просмотр, следующее видео будет. Но пока что мне нужно немного расслабиться.